Приветствую вас. Обычно подобные ситуации четко связаны с манипулятивным поведением, когда человек пытается перекладывать ответственность за свои переживания, за свои проблемы на другого человека, в данном случае на вас, получается. И, по сути, это просто незрелость, лично-личностная незрелость, потому что просто перенос происходит ответственности с вызванием чувства вины, с манипуляцией и так далее. Вот. Это первое. То есть нужно понимать, что если у вас в отношениях такая ситуация, в принципе, произошла, в принципе, случилась, то, вероятно, не всё у вас в отношениях гладко. Да, и, вероятно, есть трудности, есть проблемы. Вот. В частности, проблемы с выражением эмоций. Вот. И... может быть, лично-личный границ. Обида и какие-то вот негативные моменты, негативные реакции на слова, эээ... связаны, как правило, с ээ... личными, личными трудностями. Человек к вам отношения никакого не имеет. Поскольку проблема у самого человека, то ему эти проблемы решат. в плане того, что только он может решить проблему вот с того, что его задели ваши слова. Эээ... тот факт, что... вы извинитесь и... или, как сказать, возьмёте свои слова назад, но ничего не решит, ничего не поменяет. Просто потому, что... это не ваша проблема, и... соответственно, вы не можете её решить. Вот, как вы не можете решить проблему... например, с того, когда один человек голоден, другой нет. Соответственно, эээ... как бы... вы не можете человека насытить... насытить своей сытостью. Вы можете только его покормить. Вот. Эээ... то же самое, в принципе, происходит и здесь. Здесь гораздо более важный, эээ... следующий момент, из-за чего вы ссорились. И... и... здесь гораздо больше, эээ... больше имеет значение... эээ... то, что... в порыве гнева, в ответ на очень болезненные слова, то есть... вы ссоритесь... эээ... с мужчиной. Вы... конфликтуете. И... вот в чем проблема. Не в дом, эээ... чтобы здесь... эээ... чтобы сейчас, эээ... эээ... разбираться, как вернуть... фава назад. Назад. Это не главное. А главное, чтобы вы, ээээ... ссориться перестали. Сейчас. Человек. А до тех пор, пока вы ссоритесь... Ну... дальше, если у вас получится... эээ... извиниться перед мужчиной, даже если ему станет легче. Все равно, эээ... опять возникнет... конфликт, опять возникнет ссора, опять возникнет... возникнет... какое-то противоречие, и... все вернется на круги своя. Почему, Наталья, здесь нужно смотреть в... корень... эээ... ситуации, а не на поверх... поверхности, да? И... вам лично нужно поработать с... чувством вины, и... с личными границами, потому что... мужчина может быть даже не осозненно вами манипулирует... эээ... тем, что, вот, говорит... эээ... вам... чтобы вы извинились, там, забрали свои слова назад, и... всякое так вот. Вот. Ну и в целом, как-то... эээ... личностно расти, да? И смотреть в сторону личностного роста, чтобы... эээ... как-то устраивать более зрелые отношения, где не будет таких вот... моментов... эээ... по типу... эээ... там, извинись... эээ... зато что сказал, забрали свои слова назад, эээ... и так далее. Вот. Он действительно стал опускаться, что это, конечно, принцип, как бы... эээ... такой вот... перенос... ответственности происходит... эээ... у... человек... на вас. Вот. А вы, получается, ответственны уже... там, не только... грубо говоря... за... себя, да, но и за него, в том числе, тоже. А это... в отношениях это так... не ра... не работа... не работает. Вот. В отношениях всё-таки... всё-таки... эээ... каждый... человек... ответственен сам... за себя, и... когда это... нарушается, то... возникают проблемы. Нет, конечно, понятно, что... могут быть... эээ... свои варианты. Понятно, что... эээ... варианты могут быть разные. Вот. Эээ... но... эээ... тем не менее. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго.